Друзья, у нас в Мурманске есть атомный флот И к нам никогда не приезжал президент Барак Обама Вот если бы мы были более опытной командой Мы бы как-то это, конечно, связали в шутку Ну, пока просто информация Скоро наступит лето, и на пляжах станет тесно Ведь на российском юге очень мало места-места Хоть и страна большая, но моря не хватает И мы нашли решение Просто свернули полуостров Вы вообще не боитесь, что вам за такие песни сверху прилетит? А пусть Америка боится, что им сверху прилетит Ну и кто вы после этого? Идиоты? Именно Номер с претензией на санкции Заседание ООН солирует США Дерзко ведет себя США По привычке своей, прикрываясь Европою Главный хочу себя ощущать Повернулась к России Америка попою Подождите, а как же ООН? Он ее целует Говорит, что люди... Это что за ориентировки? Ну как? Все эти люди проделали великий путь Это кто? Михаил Ломоносов? Ну да Он в Москву за рыбным обозом шел Вообще-то он открыл университет и развивал российское образование Не знаю, я ЕГЭ сдавал, там только про обоз было Это кто? Это Колумб, он открыл Америку То есть я так понимаю, не обязательно, чтобы поступок полезный был, да? Это кто? Это русский герой Иван Сусанин Он поляков в лес завел Ну нет, ребят, если мы еще поляков в лес заведем Нас мировое сообщество вообще не поймет Представьте, обычная семья посмотрела вечерний выпуск новостей и готовится ко сну Все, спокойной ночи Галь, ну а что спокойной ночи? Может, давай немножечко... А что? А что немного? Что немного-то? Просила по дому помочь, ни черта не сделал Отстань, голова боли А, санкции, да? Галь, ну ты хуже Обамы Чего? Нет, ты смотри, неделя пройдет, эти санкции больные по тебе ударят Так сказать, получишь мой симметричный ответ А ты чего так завелся-то, а? Потому что это контрпродуктивно, Галь Для наших с тобой двухсторонних отношений Диалог нужен, понимаешь? А у тебя вокруг только двойные стандарты Слушай, а ты у меня такой дипломат Ладно Прям заводишь меня Да ладно Прям лавров Ну Лавров Галь, ну раз уж у нас так все по-европейски, может к нам Зинка присоединиться? Я тебе присоединился А понял, 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 понял Друзья, иногда девушки не дожидаются своих парней из армии Представьте, девушка не дождалась из армии спецназовца А вручальное кольцо Непростое Ну, за молоды... Что в шампанском? Ну что, не дождалась меня Екатерина? А я не Екатерина, я Юля Мы в эту квартиру только недавно переехали Неувязочка вышла Итак, вопрос Почему сейчас вы этому танцу хлопаете, а на Курском вокзале он вас пугает? Итак, ваш ответ Время Конкретизируйте Ну, время сейчас такое, господин ведущий Правильно А в России самый большой путь к прогрессу совершил Петр Первый Подождите, и что это, по-вашему, Петр Первый? Нет, я Эльдиар Второй Петр прорубил окно в Европу А я в свете последних событий Собираюсь его слегка прикрыть И прорубить новое окно в Азию Эээ, подождите, подождите Подождите, а почему это окно должны прорубать мы, азиаты? Да потому что окнами должны заниматься только те, кто реально ими занимается Да-да-да-да Сами посудите С Азией быть выгодней Вон, российские футболисты уже 50 лет не могут выиграть чемпионат Европы А чемпионат Азии хоть завтра, ей-богу Подождите, а что это вы вдруг, российский футбол, вспомнили? Ну так, тема игры пешком, вот и вспомнил Какие у нас еще преимущества перед Европой? Япония, лучшие технологии Индия, лучшие программисты Китай, лучшая промышленность Самое смешное, что это говорят казах, крыс и даджик Это вообще... Но ваша амбициозность мне нравится Недавно большая восьмерка распалась на маленькую семерку и огромную однерку И по этому поводу собрался экстренный саммит азиатских стран Здравствуйте, коллеги Ну и для начала хотелось бы обратиться к китайскому лидеру Говорил же, не заметит Уже третий раз так разыгрываете Коллеги, Запад выдвигает нам санкции О, прошу прощения Нам Или вам Таджикистан, во сколько человек проживает Душанбе? Миллион А сколько таджиков в Москве? Три миллиона Нам Так что предлагаю выдвинуть ответные санкции А давайте не будем покупать товары на Западе Тинь-тау Я вообще не понимаю, зачем вы наши товары покупаете через них Кстати, я заметил, на последнем голосовании ООН Китай воздержался Тинь-тау Когда у тебя население полтора миллиарда, ты должен уметь воздерживаться Это, конечно, очень здорово, что у нас президент Узбекистана китайский знает Кстати, зачем? А чё тянуть-то? А может мы, Кыргызы, обрушим американскую экономику? И как вы это сделаете? Если они свою экономику не пожалели, представляете, что они с американской сделают? А чё началось вообще? Я ничего плохого не могу Подождите, подождите, коллеги, может будут ещё какие-нибудь предложения? Можно внедрить им коррупцию Это возможно? Возможно Ну, не бесплатно, конечно, но возможно Коллеги, коллеги, а чё вы говорите? Какие санкции? Мы должны жить в мире и согласны Я прошу прощения, а вы вообще кто? Я вообще-то президент Туркменистана Эээ, стоять мне! Стоять мне вам! Я не понял, вы чё тут костюмы одели, всё что ли? Президентами стали? О, президент Туркменистана, здравствуйте Такой приятный мужик всегда с нами ездит Карты любит играть там Но я не об этом Дорогие россияне Вы знаете, после распада СССР Ваша страна уменьшилась в полтора раза А наша в сто раз Поэтому, когда мы приезжаем к вам в Москву У нас в полтора раза больше проблем Но в сто раз больше радости Мы, азиаты До России Добирались пешком А будет надо До победы До летит нам дыбёт А, летит нам дыбёт